Верные братья и сестры, прекрасные слова зачитал брат Михаил перед моим выходом сюда. Надейся на Господа, мужайся. Именно такая тема у меня сегодня. Тема всемогущества нашего Господа Иисуса Христа, и как хорошо, что мы полагаемся на Него. Давайте вначале мы с вами прочитаем место священного писания от Марка, пятая глава, с первого по четвертый стих. Марка, пятая глава, с первого по четвертый стих. И пришли на другой берег моря в страну Годоринскую. И когда вышел он из лодки, и в тот час встретил его, выживший из гроба, из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями. Потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не силы бы украдить его. Аминь. Занимайтесь, старые сестры. Как я уже сказал, мы сегодня с вами будем размышлять о всемогуществе нашего Господа Иисуса Христа. И эту тему я основывал на именно этой главе, пятой главе Марка. Возьмем во внимание историю из жизни Иисуса Христа, когда Он проявил свое могущество по отношению, как я отсюда выбрали, называл трех видов проблем. В жизни нашей случается очень много проблем. Живя на этой земле особенно, я обратил внимание по себе, у меня появилось намного больше забот и проблем здесь, в этой стране, нежели у себя в Молдове. Это я очень сильно заметил, это весьма большая такая разница. Я встречаюсь постоянно с какими-то проблемами. Вы знаете, что слава нашему Господу, что я христианин и я знаю Бога. И я верю, что каждый из вас скажет эти слова, скажет, что слава Господу, что я знаю нашего Иисуса Христа. Почему я так говорю? Вы знаете, братья и сестры, в конце служения, вот там есть место, куда мы ложим бумажки, на которых мы пишем свои нужды. Туда мы вписываем свои проблемы. И что самое интересное, что эти проблемы идут сюда, они зачитываются, после церковь молятся. Это тот самый момент, когда мы доверяемся Иисусу Христу, доверяем, вот вписываем эти наши проблемы, эти заботы и даем руки Господа нашего Иисуса Христа. Мы четко должны понимать, что мы люди, ограниченные в силах, живя на этой земле. Мы четко должны понимать, что мы не сравнимся никогда с Богом и с Его силой. Мы не можем найти предел Его силы. Мы не можем найти предел Его всемогущества. Читая эти стихи, я выбрал отсюда три проблемы. Проблема бывает местности. Проблема бывает семейная. И проблема бывает личная. В этой главе описаны эти проблемы. И мы четко каждую отдельную проблему разберем. И я уверен, что, вслушиваясь в это, четко понимаем, мы возьмем для себя какой-то урок. И я весьма буду благодарен Господу за это. Первая проблема, о чем я бы хотел поговорить, это о проблеме местности. Мы прочитали эти же стихи. Здесь говорится так, что когда Иисус вышел, к нему вышел на встречу человека, держимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать, даже цепями, потому что многократно был он скован оглобами и цепями, но разрывал цепи и разрывал оглобами. И никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камне. Мы можем представить эту картину, когда люди уже готовятся ко сну, когда люди хотят отдохнуть, но они слышат эти душераздирающие крики. Они слышат это, им это уже надоело. Они уже физически не могут выдерживать. Если бы мы задались вопросы, ну они ничего не предпринимали, но Выше пишет. Выше говорится о том, что люди предпринимали все меры. Они все, что касается пределов их сил, они делали. Но это все было безуспешно. Все заканчивалось тем, что этот бесноватый, он разрывал. Он был сильный. Казалось, люди опустили руки. И, знаете, мы встречаемся и в нашей жизни с проблемами. Проблема может быть и здесь, в этом городе, в Варшаве. Проблема может быть и страны. Как часто мы слышим в церквях, как братья. У нас была в Молдове определенная неделя для того, чтобы братья несли такую тему молитвенную. И часто бывали такие пункты, где говорится о том, чтобы молились о стране. Молились о городе. Это ставили на это очень большой акцент. Казалось бы, правительство, они могут взять на себя эти проблемы. Возможно, кто-то из правительства, и мы часто слышим по новостям, как кто-то, это наша проблема, и мы ее решим. Люди четко заявляют, что они решат. Самоверенные люди. Люди, которые четко не понимают, что они ограничены в силах. А церковь молится. Быть может, эти люди из правительства, они не знают, что церковь молится. Но церковь молится только по той причине, что верит, что Иисус Христос в силах только решить. Это правильный выбор, когда мы идем своими проблемами к Богу. Вторая проблема, которая встречается у нас здесь, в этой главе с 21 по 24 стих. Я назвал ее, это проблемой семейной. 21 глава, 5 глава от Марка. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народов. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. И увидев его, падает на камне Бог. И усиленно после него говорят, Дочь моя присмертный, приди и возложи на нее руки, чтобы она выстрелила и осталась жива. И Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа, и те слили его. Проблема семейная. Приходит Иаир и говорит о своей проблеме Иисусу Христу. Иаир. Он был человеком, я бы не сказал, что он весьма простым человеком. В своей жизни он позволял многое, допустим. Он мог многое. Он был большим человеком. У него было, были люди в подчинении. Но несмотря на все это, и этот человек был ограничен силой. И этот человек делает правильный выбор, приходя к Иисусу Христу. И преподносит эту проблему Иисусу Христу. Четко понимая, что он бессилен. Четко понимая, что сила Иисуса Христа, она способна решить эту проблему. Семейную проблему. Дальше я выделил из этой главы личную проблему. Проблему женщины. 25 стих. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей. Истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Ибо говорила... Я здесь... Эта женщина, 27 стих. Услышала, что Иисусе подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. И поговорила, если хотя к одежде Его прикоснулась, то выздоровею. Братья и сестры, это человек, который доверился. Я вижу, я представляю эту ситуацию. Это человек, который полностью доверился людям. Полностью доверился врачам. И результат этому такой. Она пришла в более худшее состояние. Были надежды. Может, я выздоровлю. Она все отдавала. Она отдавала все, что у нее есть. С надеждой получить выздоровление. Но пришла еще в более худшее состояние. Узнав обе Иисусе. Она берет эту проблему. И преподносит к ногам Иисуса. И при чем она верит, братья и сестры? Это есть личная проблема. Давайте мы четко представим. Проблема местности. Проблема семейная. И проблема личная. Стоял ли выбор у Иисуса Христа, кому помочь? Выбирал ли он? Ну, местность там множество людей страдает. Я помогу здесь. Приживал ли он? Об отце я оставлю. Не буду тратить свое время на эту местность. Я пойду и помогу этому человеку. Либо же предпочел сделать правильным и стелить только эту женщину. Братья и сестры, мы, читая эту глухую учетку, понимаем. Давайте по очереди будем разбирать проблемы. Я постараюсь максимально быстро и постараться так, чтобы мы четко взяли для себя хороший урок. Проблема первая, проблема местности. Истину из этого я для себя выбрал такую. Она называется так. Проблема никакая не имеет силы перед Иисусом Христом. Если мы читаем 6-7 стих, увидев же Иисуса, издалека прибежал и поклонился Ему. И, встречав громким голосом, сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучь меня. Где эта сила? Где эта сила? Почему эта сила прибегает и падает перед Иисусом? И говорит мне, мучь меня. Люди, предпринимая свои силы, употребляя все полностью силы, они не могут справиться. Но приходит и Иисус, и проблема исчезает. Проблемы не становятся, когда приходит туда Иисус Христос, она исчезает. Проблема вторая. Семейная. Мы можем представить, каково было Иоир. Я не знаю, сколько времени ушло на то, чтобы он пришел к Иисусу Христу, какой он путь проделал. Этот отец четко знает, что его дочь приспит, четко знает, что его дочь умирает и идет, падает. К ногами Иисус Христу, преподносит ему эту проблему. Что я увидел в этом поступке? И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иоир, и увидев его, Иисуса Христа, падает к ногам его. Я вижу сокрушенное сердце Иоиром. Он четко понимает всемогущество Иисуса Христа, падает перед Иисусом Христом на колени и преподносит свою нужду. Еще одно место я бы хотел, чтобы мы с вами прочитали от Луки. Луки, 7 глава, 4 по 5 стих. Какие здесь слова? И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря, Он достоин, чтобы ты сделал для Него это, ибо Он любит народ наш и построил нам синагогу. Вы понимаете, братья и сестры, что здесь заключается уже доброе имя человека. Люди свидетельствуют Иисусу Христу, приходят и говорят, Он достоин этого, Он достоин, чтобы ты сделал это. Как важно быть таким человеком. Когда люди за тебя говорят, преподносят молитву и говорят, Он достоин этого. Братья и сестры, как важно, когда церковь, один член за другого членом церкви молится и говорит Иисусу Христу, Он достоин этого. Как важно иметь взаимоотношения в церкви. Каждый один о другом, Он достоин этого. Как нужно прожить жизнь свою, чтобы о нас договорили. Третья проблема, личная проблема. У этой женщины, как я уже и говорил, была большая вера. Большая вера в всем обучество Иисуса Христа. Вера в то, что она получит исцеление через прикосновение свое к Нему. 28 стих. Ибо говорила, если хотят, и те же его прикоснулись, то выздоровеют. Какая это вера. Она не сомневалась, братья и сестры. Она все увидела, она все перепробовала. Все эксперименты были. И все это привело к одному, еще худшее состояние. Увидев Иисуса, она четко понимает, четко верит. Я получу исцеление, если я хотя бы прикоснусь к Иисусу Христу. Она получает исцеление через веру. Братья и сестры. Когда мы пишем эти проблемы. Когда мы пишем эти нужды. Когда мы склоняемся в церкви и просим Иисуса Христа. Если это вера у нас. К сожалению, я буду говорить о себе. Я часто замечаю, что я прошу, но не доверяю. У меня нет тех 100% доверия. У меня нет тех 100% веры. И это проблема. Человек задается вопросом, а почему не получил? Быть может, Бог не слышит меня. А где же вера? Мы просим так, ну, чисто на интерес. А поможет ли Бог? Или с надеждой? Надежда это не вера. Когда мы просим, мы должны четко знать. Я попросил, и Бог даст. Я попросил, и Иисус даст. Почему? Потому что я верю. Как часто нам не хватает именно этой веры. В нашем неверии мы можем осудить даже самого Господа. Он нас не слышит. А как часто, братья и сестры, мы слышим историю, когда люди в больницах, в больницах они взывают к Иисусу. И как часто именно там проявляется эта вера. Как часто именно в таких моментах, когда женщина уже изнемогла, она была там, в больницах. Она пострадала от рук врачей. И она доходит до того состояния, когда остается только верить. Почему мы сегодня, братья и сестры, ждем того момента, такого состояния, когда, ну, нам приходится уже верить. Почему мы не можем просто жить с верой в сердце? Почему я не могу так жить? Давайте каждый спросим самих себя лично. И не надо отвечать кому-то. Не надо отвечать пастору. Не надо отвечать кому-то из братьев. Ответьте сами себе лично. Если у меня эта вера, далее, братья и сестры, очень хорошая такая, можно сказать, профилактика для Иаира. Испытание такое для него. Испытание Иаира по дороге домой. Что может, братья и сестры, нас сбить на протяжении этого христианского нашего пути? Казалось бы, я покаялся, я принял крещение, я стал христианином. Что может меня сбить? Вообще, это правильно такое мнение. Когда человек и зачитывался, и билось, чего мне бояться, когда я с Иисусом Христом? Поистине, это так и есть. Ну, чего нам бояться, когда мы с Иисусом Христом? Но вопрос в другом, с Христом ли я? Когда ты с Иисусом Христом живешь? Когда Иисус Христос живет в твоем сердце, чего тебе бояться? Нечего, братья и сестры. Мы видим испытание Иаира по дороге домой. Мы это можем сравнить с своей жизнью. Что нас может столкнуть с этого пути? Так это плохие известия чего-либо. Плохие известия могут сбить нас с пути христианства. 35 стих. 5 главы от Марка. Когда он еще говорил сия, приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителем? Какого мы представим себе, да? Иогир, с надеждой на то, что он нашел Иисуса Христа и идет к дому, и сейчас его дочь, она воскреснет, она выздоровеет, точнее, она выздоровеет, будет иметь здравое состояние. Он совсем близко от этой радости приходят известия и говорят, что ты утруждаешь Иисуса Христа, дочь твоя мертва. Простите, сестры, каково это услышит? Иоиру было нелегко. Но все же, все же Иисус Христос, видя эту ситуацию, не оставляет Иоира без внимания. Мы видим, что на протяжении этого пути какая-то женщина. Иисус Христос останавливается на протяжении этого пути в толпе и говорит, начинает выяснять непонятно, что кто его тронул, кто прикоснулся к его одежде. Иогир, быть может, он имел право подойти к Иисусу Христу, а все, у меня дочь умирает. Это ожидание было для него весьма таким сложным. Этот путь для него был долгим и мучительным. Иисус Христос поясняет, кто прикоснулся к его одежде, а он ждет. Тут приходит известие, что дочь умерла. Иисус Христос не забывает о Иоире и обращается к Нему, говорит, совет Иисуса Христа, который является актуальными для нас сегодня. Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся только веру. Братья и сестры, когда у нас случаются подобные ситуации, когда у нас горе, когда нам кажется, что все закончилось, братья и сестры, откройте это место и прочитайте, не бойтесь только веру. Иисус Христос делает ударение на этом, именно на вере. Не бойся только веру. Дальше мы читаем, что пришло время, когда они приблизились к дому. В 38 стих приходит в дом начальника синагоги и видит смертенье и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он выслал всех, берет с собой отца и мать, девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. На протяжении нашего христианского пути, я уверен, что многие, особенно на данный момент, в сегодняшний день, молодежь очень часто слышат или принимают какие-то насмешки от других, от другой молодежи, особенно, точнее, из мира. Я уверен, что мы встречаемся практически ежедневно с такими насмешками. Может, мы уже не берем во внимание это, но они есть. И Иисус молится, поете. А что вы делаете? Выходит проповедник заказывает, проповедует о чем? Насмехаются как-то непонятно. Знаете, это неприятно. Это неприятно, но это тоже испытание. И благо нам, братья и сестры, когда насмехаются над нами. Благо нам, когда нас как-то, я не знаю, опускают. Благо нам, что это делается за имя Иисуса Христа. Насмешки общества, они могут тоже нас бить. И, к сожалению, братья и сестры, к моему большому сожалению, даже мои знакомые, которые со мной принимали крещение, они сейчас совсем далеко от центра. Я помню такую историю, быстро расскажу, когда я еще жив в деревне. Мы выехали впервые, я тогда помню, выехал в другое соседнее село на футбол. Мы играли с неверующей молодежью. У нас была верующая компания. Вы знаете, и мы старались как-то быстро сыграть, закончить, потому что вечером у нас еще одно было богослужение. Но так получилось, что мы задерживаемся, задерживаемся, и мы уже стараемся как-то закончить. И один из этих же ребят, о которых я говорю, которые уже давно не в церкви, их спросили, их знакомые, спросили, а куда вы так спешите? Он не мог ответить. Да нам надо. Братья и сестры, я часто встречал такие моменты, когда мы стесняемся сказать, что мы идем в церковь. Часто встречал такие моменты, когда стесняются христиане заявить, что они христиане, потому что будут насмешки. Я не знаю, я не могу говорить, что это именно в этом проблема, что они отошли от церкви, но они не в церкви. Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы несмотря на эти все испытания, мы были в церкви здесь. Мы были с Господом. И последний стих. Наставление. Исайя 40 глава 31 стих. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орны, потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся. Да благословит вас Господь, братья и сестры, в жизни нашей христианской. Слава ему за все. Аминь. Давайте в коротких ностях, как мы помолимся. Слава Господа.